здравствуйте на канале это он тв программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной в студии мои коллеги радиоведущая радио канрека цвизильбер и 1 радио павел маргулян здравствуйте коллеги ну что можно говорить что дело на тиньягу продолжается и живет я разумеется имею ввиду не дело на тиньягу а уголовные дела в которых правда глава нашего правительства не фигурирует напрямую но так или иначе упоминается во многих делах самых громких на сегодняшний день в израиле они оживились последнее время с тех пор как в так называемых делах о подлодках появился государственный свидетель это раз а в другом деле вот-вот может появиться государственный свидетель речь идет о бывшем главе канцелярии премьер-министра ариару которого почему-то пресса стала называть министром финансов в кавычках правда семьи ныты ньягу на ваш взгляд вот кольцо вокруг нашего главы правительства сжимается или это все как бы больше здесь пиара чем реальности павел пожалуйста ну я считаю что кольцо вокруг нашего главы правительства сжимается уже лет двадцать и никак все не сожмется и все-таки такого не было на такого какого вот такого такого наплыва только количество по качеству я оцениваю деятельность нашего премьера в этом плане в уголовном контексте скажем так что это человек который знает грань и он по ней всегда ходит и ни разу не было доказано что он ее переходил эту грань и я думаю что во всех делах которые сегодня расследуют будет примерно то же самое они максимум будут то что называется пограничные и все будет зависеть от тех людей которые принимают решение подавать объединительные заключения или не подавать объединительные заключения я понимаю что голодная пресса и общество ждет какого-то вот такого факта который завтра докажут что он это не агу там где-нибудь швейцарии огромный счет я думаю что этого дела не дойдет и все это будет вот так вот взвешено и зависеть будет от юридического советника правительства от генерального инспектора полиции генпрокурора вот юридический советник о котором упомянул павел буквально на днях высказался в отношении того что он сказал что дайте нам время разобраться в том что происходит и выявить правду на ваших словах по вашему мнению это о чем говорит вот такое вот непонятное пограничное высказывание юридического советского правительства когда юридический советник правительства получил просьбу а виктора либермана отложить расследование дела против некоторых активистов его партии до после выборов юридический советник происходило все готово у нас все готово мы в течение нескольких недель мы в течение нескольких недель подадим уже обвинительное заключение мы не можем у нас все готово и до Три недели назад где-то опять появилась информация, что все, юридический советник правительства принял решение, в течение двух недель будет подано обвинительное заключение против Стаса Месежникова и Инкершинбаума. Где? То, что сказал юридический советник правительства, как и очень многие официальные лица в Израиле, хочет сказать, сказал, ну и вы говорите. Поэтому я всегда к этим расследованиям отношусь очень-очень осторожно. Помните, сколько было расследований против Ольмирта? Дом на улице Кремье, инвестиционный центр и то, и то, и все, и 5-10-е. Коллекция ручек? Просто каждый день говорили о каком-то новом расследовании против Ольмирта. И чем это все закончилось? Гора родила мышь. И то, им в конце концов... Ну какая же гора родила мышь, если все-таки он оказался в тюрьме? Правда, не за свою деятельность на посту премьер-министра, а... В других странах управдомы берут больше, чем наш премьер-министр. Да, в случае это не без значения. Из-за вот этого вот, да, ну, хорошо, пусть это серьезно, да, 60-е шекели, сколько там было, да? 60-е. Страшное дело. И то эти деньги были потрачены там на какие-то предвыборные нужды. Страшная коррупция, страшная. Нет, я не за коррупцию в любом виде. Я не за коррупцию. Но, опять же, на фоне того шума и того тарарама, которые производили средства массовой информации, можно сказать с полной уверенностью, что гора родила мышь. И то, это произошло только потому, что им удалось запугать и убедить Шулу Закин, чтобы она давала показания против Ольмирта. И многие обвинения уже пошли просто в догонку, уже после того, как было решение суда, по которому Ольмирт был оправдан, да? И многие решения пошли в догонку. То есть, что касается сегодняшней ситуации с Нетаньяу, несомненно, есть интерес определенной прослойки, чтобы убрать Нетаньяу таким образом, потому что они понимают, что демократическим путем не получится, потому что, ну, не знаю, каждый раз публикуются новые и новые социологические исследования, которые говорят, что, ну, что поделать, Нетаньяу самый популярный в Израиле политик. И есть определенные силы в Израиле, которые об этом мечтают. И, естественно, они задействуют такой ресурс, как средство массовой информации. Я не хочу сказать, что они задействуют ресурс следственный, потому что мне самому хочется верить, что это не так, да? Но иногда возникает ситуация, когда в это действительно хочется поверить. Павел, вот отталкиваясь от последних слов ЦВИ, сегодня сторонники Нетаньягу прямо заявляют, практически пользуясь той же терминологией, что вот есть некие интересанты, есть определенные силы, есть, как они говорят, левый эстеблишмент. То есть, никто конкретно не называется. Ну, вот такие вот формулировки все время идут, которые хотят утопить Бенемина Нетаньягу, чтобы привести своего ставленника на подзловое правительство. Вот скажите, пожалуйста, и этим объясняется вот эта вот концентрация вот этих уголовных дел, очень громких, на поверхности, во всяком случае, очень громких, их множество, много. Скажите, пожалуйста, вы верите в эти вот теории заговора? Считаете, что ли вы под ними есть какие-то основания, что это действительно все инспирировано? Я, в принципе, не верю в теории заговора, в то, что есть в стране силы, которые хотят, чтобы Нетаньягу ушел, это, естественно, оппозиция вся хочет, чтобы Нетаньягу ушел, это, естественно, нормальный политический процесс, скажем так. Ну, я думаю, что Бенемин Нетаньягу, когда был в оппозиции, тоже хотел, чтобы он ушел. Тоже хотел, чтобы он умер, и он об этом заявлял. Нетаньягу говорил, что из-за количества в голове глава правительства не может руководить страной, он должен уйти, это слова Нетаньягу. Значит, и поэтому я вижу, вот к тому, что я сказал, что, скажем так, по уголовной составляющей, то, что развивается против Нетаньягу, ему вряд ли грозит реальная опасность, но здесь есть другая составляющая, если мы вернемся к делу Ольмерта, о котором сейчас ЦВИ вспомнил. Я напомню, что из-за чего Ольмерт ушел в отставку? Он ушел в отставку не из-за дел, которые у него были, а из-за ультиматума, который предъявила ему партия ВОДА, по-моему. Его же сторонники. Эуд Барак выступил и сказал, что если человек с таким количеством уголовных дел, которые находятся в расследовании, не может управлять страной, если он не уйдет с этого поста, то мы выйдем из правительства и развалим его. Он поставил ультиматум, что вынудило Ольмерта уйти в отставку. Если сегодня кто-нибудь, и я думаю, Нетаньягу это понимает, у него есть минимум, наверное, два лидера партий, которые могут пойти на такой шаг. Я бы сказал, что это Кохлон, которые могут развалить правительство, потому что Либерман, если заявит, правительство останется, у него будет 61 голос. А вот Кохлон или Беннет, у Кохлона 10, у Беннета, по-моему, 8 мандатов, могут развалить правительство, если они решатся на такой шаг. Заявят, что нынешний глава правительства должен уйти в защиту, заниматься своими уголовными делами, а не руководить страной. Но пока предпосылок к этому я не вижу в ситуации. В остальном же уголовные дела, я напомню, стадии. Полиция, которая у нас иногда заявляет, что через две недели мы выдвинем обвинительные заключения, и эти две недели могут тянуться месяцами, неизвестно, сколько будет еще расследовать. Потом, неизвестно, сколько это дело будет рассматривать юридический советник правительства. Если он рассматривает в пользу обвинительного заключения, неизвестно, сколько будет шимуа, то есть слушания адвокатов на Таньягу. И после этого слушания, неизвестно, сколько будет все-таки принятие окончательного решения. Я думаю, что весь этот процесс продлится до ноября 2019 года, когда у нас должны быть следующие выборы. Особая пикантность всему этому, в кавычках, огромному делу на Таньягу придает еще то, что вовлечены в него не только глава правительства, но и его семья. Допрашивается, правда, по другому делу. Его супруга Сара на Таньягу. Так или иначе, начинаются какие-то телодвижения в социальных сетях вокруг его сына. Вот скажите, пожалуйста, недавно так широко обсуждаемый пост в социальной сети Facebook о том, что сын Таньягу якобы вывел на игровую площадку свою собаку, которая там... И не убрал за ней. И не убрал за ней. И даже показал оскорбительный жест женщине, которая сделала замечание. Это все тоже, на ваш взгляд, входит в рамки массированной атаки на главу правительства? — Я на самом деле не знаю, насколько мы можем доверять некой анонимной девушке, которая написала, что сын Таньягу показал ей средний палец. Я не знаю. Очень может быть, что все это тоже высосано из того же пальца. — Из среднего. — Я от души смеялся, когда была вот эта история с бутылками. И потом совершенно на полном серьезе выступала некая дама и сказала, что вот надо потребовать отчет, вот когда Сара Таньягу ездит в служебной машине, куда она заезжает, ездит ли она только по делам, связанным с канцелярией главы правительства, или она по дороге еще делает какие-то свои личные дела, и она не имеет права это делать за счет налогоплательщика. Ну, господа, должна быть граница. Когда поиск коррупции превращается уже в какую-то обсессию, когда мы начинаем говорить о том, кто сдавал бутылки и кому отдавал эти деньги, и мне кажется, это уже какая-то начинается национальная обсессия. Ну, был у нас законопроект, я просто, правда, не понимаю, почему до сих пор боятся его, вообще говоря, продвинуть. Был законопроект о том, что если преступление не является каким-то серьезным преступлением, если это ни убийство, ни изнасилование, ни что-то такое серьезное, значит, расследование подождет до окончания каденции того или иного политика. Такие законы действуют во многих демократических странах, например, во Франции. Я не понимаю, почему тот же Бениамин Нитаньяу, этот законопроект давно лежит в Кнесте, почему он его не продвинет? Видимо, он опасается, что это негативно повлияет, опять же, на его репутацию, но, с другой стороны, мне кажется, что мы, как государство, как общество, расплачиваемся действительно тем, что мы, глава правительства, вместо того, чтобы управлять страной, должны заниматься какой-то, извините, ерундой. Ерундой. Ну, вот почему сдача бутылок должна отнимать время у главы правительства? У него что, много свободного времени, у него мало забот? Почему он еще должен заниматься какими-то бутылками? На мой взгляд, это совершенно нелогично. Вам не кажется, что вот бутылки, которые упомянул ЦВИ, я поясню, что речь идет о пустых бутылках, которые оставались в резиденции главы правительства после приемов и которые якобы сдавала жена премьера в приемные пункты, а деньги оставляла себе или, во всяком случае, непонятно, где эти деньги. И это все действительно сейчас расследуется до сих пор. И многие с пренебрежением, я видел, говорят об этом. Ой, подумали, пристали к ней с этой бутылкой. Или пристали к ней, что она там поехала на машине к личному парикмахеру. Или что-то еще. Но ведь грань-то здесь очень такая тонкая, что можно действительно, что нельзя, к чему относиться вот так вот пренебрежительно, а что говорить действительно нельзя. Давайте вспомним вот недавно тоже в Фейсбуке разгоревшийся спор между сыном Бенемина Тиньягу и сыном бывшего премьер-министра, уже упоминавшегося здесь, Ольмирта, Ариэля Ольмирта. И заметьте, Ольмирт, отвечая на Яиру, сказал, что я, мол, с телохранителями не ходил, на машинах официальных не ездил и так далее. А вот действительно, где эта грань? Ну, вся проблема в том, что грани нет. И поэтому у нас четко не обговорено, насколько я знаю, расходование казенных средств канцелярии и семьей премьер-министра. Нет четких границ, и поэтому прицепиться можно к чему угодно. В том числе и к Саре, Натаньягу. Но, насколько я знаю, на этот раз речь не идет о бутылках. Сейчас нет. Незаконные или незаконные. То есть расходование казенных средств на содержание, оплату каких-то личных потребностей семьи и Саре, Натаньягу, персональной. Но проблема в том, что это нигде четко не обговорено. Сара может считать, что это она имеет право, а полиция, найдя какой-то, может быть, документ или на руках доказывает, на пальцах скажет, что она не имеет на это право. Но я хочу сказать, что здесь есть еще одна странность, которую я увидел. Полиция несколько недель тому назад заявила, что она готова рекомендовать выдвижение обвинительного заключения против Сары Натаньягу. Что расследование, это значит, что расследование, как я понимаю, закончено. И собранные доказательства позволяют полиции рекомендовать выдвинуть против жены премьера обвинительное заключение. И вдруг мы узнаем, что, по-моему, вчера или позавчера ее вновь вызвали на допрос. Поэтому говорили по расходам в канцелярии премьер-министра. Поэтому у меня что-то не сходится в моей системе координат здесь поведения полиции. Когда обсуждается вся эта история, в том числе дело так называемых подарков Бенемину Натаньягу, вроде бы там были дорогие сигары, дорогие вина, или вот истории Сары Натаньягу, все вспоминают знаменитую историю с покойным премьер-министром Рабиным. Когда он подал в отставку, только потому что вскрылось, что у его жены был счет в зарубежном банке, что в то время в Израиле было запрещено. И все это показывают как пример поступка политика. И многие сейчас говорят, не только представители оппозиции, что естественно и понятно, но и просто люди, которые в социальных сетях обсуждают всю эту историю, говорят, что вот а почему, собственно, Натаньягу не поступит так же. Вот на ваш взгляд, он действительно должен поступить? Уже наступила вот эта вот критическая масса, когда может быть действительно, как говорит Павел, уголовно нашему премьеру предъявить ничего будет нельзя, но что называется, запашок останется. Бенемин Натаньягу политик. Бенемин Натаньягу прекрасный политик. Бенемин Натаньягу не считает, что его политическая карьера уже закончилась. Поэтому поступать он будет тоже как политик. Если бы он счел, что в этой ситуации ему выгодно уйти и через какое-то время вернуться, наверное, он бы так и сделал. Но, видимо, у него прекрасный политический нюх. Он перед выборами не раз творил совершенно электоральные чудеса. И мы это видели недалее, как на прошлых выборах. Бенемин Натаньягу в этом смысле прекрасный политик с прекрасным политическим чутьем. Поэтому он сделает то, что ему выгодно и удобно как политику. Действительно, когда-то в Израиле были некие другие нормы морально-этические. Был у нас и министр, который пустил себе пулю просто потому, что его там в чем-то кто-то заподозрил. Кстати, Рабин тоже, это же не было расследование. Это была журналистская публикация. Это была журналистская публикация, после которой он сразу ушел в отставку, тем самым сразу признав свою вину. Признав то, что там было опубликовано, это правда. Бенемин Натаньягу, насколько я знаю, на данный момент ничего не признает. Он наоборот говорит, что ничего не было, ничего нет и ничего не будет. Куда же ему уходить? Павел, последний вопрос к вам. Здесь уже упоминалось, что несмотря на все эти потрясения, рейтинги Натаньягу как политика, как главы партии, продолжают оставаться очень высокими. И у самой партии, и лично у Натаньягу. На ваш взгляд, означает ли это, что наше общество готово простить ему вот эти вот мелкие недоразумения, назовем их так, и тем самым практически выдает индульгенцию на будущее? Или вообще, в принципе, общество считает, что важнее другое? Судя по опросам, общество считает, что важнее другое и готово простить Натаньягу многое. Во всяком случае, у него довольно большая поддержка. Достаточно большая для того, чтобы партия Ликут, если пойдет на следующие выборы во главе Натаньягу, опять набрала наибольшее количество голосов. Последние опросы, я напомню, что несколько месяцев тому назад там был какой-то паритет равенства между партией и Яшатит, а последние опросы показывают, что Ликут опять вырвался вперед. То есть усиливается уголовное, скажем так, давление на Натаньягу, и вместе с тем растет его популярность. Ему тоже эта ситуация знакома. Это работает как бы, я не знаю даже, как назвать эту ситуацию. Вы измерите, это называется афух аляфух. Наоборот, наоборот. То есть казалось, что качество и количество подозрений растущих должно уменьшать его популярность, а у него наоборот она увеличивается, потому что давно это все. И на самом деле Натаньягу говорит, а в чем, где хоть какое-то подозрение, в чем-то меня, все, что вы знаете, вы знаете из прессы. Как настроена, это я сейчас принимаю на себя позицию, как настроена ко мне пресса, вы знаете. Прекрасно, агрессивно довольно, и что на основании этого я должен заявлять какие-то, делать какие-то резкие шаги. Ничего не было, да, говорит он. И, кстати, вот по поводу моей той теории, насчет того, что правительство может быть развалено извне Ликуда, я назвал Беннета и Кохлона. Я вот сейчас вспомнил заявление Айеля Шакет, которое сделано буквально было, по-моему, сегодня или вчера, что даже при предъявлении объединительного заключения Натаньягу не обязан уходить в отставку, это все зависит, будет от тяжести объединительного заключения. То есть, таким образом, со стороны Беннета, такого ультимативного заявления Натаньягу вряд ли можно ожидать. Хотя у них... Ну, это было не политическое заявление, это было заявление Министерства юстиции, которого попросили юридически обосновать возможную гипотетическую ситуацию. Я сомневаюсь, что любое заявление нашего крупного политика не несет в себе какую-то политическую составляющую. Ну, может быть. Да, пожалуйста, Тсим, вы хотели что-то добавить? Я хочу сказать, что наше общество, оно знает цену всем своим политикам. Наше общество знает и цену нашим средствам массовой информации. Помните вот этот подслушанный разговор Сары Натаньягу и Дональда Трампа, когда она сказала, что нас пресса тоже ненавидит? Да. Это ее частное мнение, да. Но с другой стороны, когда все мы слышали запись, когда владелец концерна идиота Хронот, но не Мозес, обсуждает с главой правительства возможность увеличить количество позитивных публикаций, вот это, на мой взгляд, очень и очень серьезно. Это тоже коррупция. Я понимаю, что этот концерн, частное предприятие, у которого есть хозяин. Но тем не менее, тем не менее. И я скажу в этом смысле, что возьмите идет Хронот, возьмите Исраиль Айом, который вообще в открытую обслуживает интересы даже не партии Ликуда, а главы правительства Натаньягу лично. На этом фоне наша русскоязычная пресса выглядит просто на порядок более объективней, чем наши израильские коллеги. Что даже обидно. Ну почему, мне, например, не обидно, я, например, считаю, что, я, например, этим горжусь, да, но с другой стороны, люди же живут не в вакууме, они чувствуют, что есть за этим некая фальшь, есть за этим некая игра, некая необъективность. Именно поэтому на все вот эти расследования все реагируют как-то с чувством усталой обреченности, и, в общем-то, на политических рейтингах, ну, по крайней мере, социологи пока этого влияния не видят. Возможно, если действительно будет какое-то открытое расследование из официальных источников, следственных, полиция, прокуратура сообщат, что он подозревается в том-то, обвиняется в том-то, это изменится. Но пока на данном этапе народ прекрасно понимает, что идет некая игра, и народ в этой игре пока не участвует. Но за ней интересно наблюдать. Коллеги, спасибо за этот разговор. Напомню, что со мной в студии были мои коллеги, журналисты, радиоведущие, радио Канрек от Связильбы представлял, и первое радио Павел Маргулян. Спасибо, всего доброго.